6 и 7 декабря 2012 года двери научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева открылись для первой Всероссийской научной конференции молодых ученых-медиков инновационной технологии в медицине 21 века. Организатором конференции выступила Российская Академия Медицинских Наук. Организационный комитет конференции возглавил президент Российской Академии Медицинских Наук, академик Российской Академии Наук и Российской Академии Медицинских Наук Иван Иванович Дедов. Также в комитет вошли главный ученый-секретарь Президиума Российской Академии Медицинских Наук, академик Российской Академии Медицинских Наук Виктор Александрович Тутильян, академик Российской Академии Медицинских Наук Николай Дмитриевич Ющук, Член-корреспондент Российской Академии Медицинских Наук и председатель Совета Молодых Ученых Российской Академии Медицинских Наук Игорь Вениаминович Маев Академик Российской Академии Медицинских Наук Галина Афанасьевна Мельниченко Доктор Медицинских Наук Ольга Леонидовна Бакерия и другие В ходе конференции состоялись секционные заседания по направлениям Медицина 21 века, предсказательная, персонифицированная и профилактическая А также геномные, постгеномные и клеточные технологии в медицине На этих заседаниях молодые специалисты представили свои научные работы, принявшие участие в конкурсе работ молодых исследователей Всего на участие в этом конкурсе было подано 159 конкурсных работ Спонсорами мероприятия выступили компании Янсен, Эббот, Рош, Промомед, Санофи и Астрозеника На конференции выступили академики Российской Академии Наук и Российской Академии Медицинских Наук Иван Иванович Дедов и Лео Антонович Бакерия Выразившие озабоченность и искреннее участие в судьбе молодых людей Избравших медицинские научные исследования в качестве своего жизненного пути Коллеги, молодые коллеги, вы наша надежда, вы наше будущее И это не потому, что мы встретились и нам хочется добрые слова, конечно, говорить друг другу Но это на самом деле так Мы на своих конференциях очень часто говорим о врачебной карьере Потому что врачебная карьера – это всегда хорошо, это всегда очень односмысленно Это всегда направлено на высочайший профессионализм Это всегда преследует цель улучшения лечения человека И каждый, кто вступает на этот путь Я часто, например, говорю, что когда человек идет в медицинский институт Он прекрасно понимает, что он не разбогатеет То есть у него есть какие-то внутренние потребности Помогать другим, стать врачом И поэтому человек, который решил себя посвятить врачебной стезе Он должен, безусловно, думать о своей карьере врачебной И она начинается, конечно, в студенческие годы И она продолжается в ординатории и в аспирантории Я, к сожалению, часто вижу, что поступив в ординатуру Люди решают, что все уже позади Естественно, знания накопятся сами собой И тоже часто говорю, что не надо жалеть вот этот возраст От 23 до 35 лет Когда вы можете состояться уже и кандидатами, и докторами наук Потому что потом перед вами действительно будет открытое поле в любом учреждении Вот это всегда надо бы помнить Прозвучало интересное и яркое выступление Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Игоревны Скворцовой Безусловно, развитие биомедицины является одной из основных стратегий Развития не только отрасли здравоохранения Но и государства российского 21-й век международными экспертами назван веками медицины То, что происходит сейчас в мире Очевидно, демонстрирует биологизацию Всех новых Формирование новой бионики Новой биомеханики Различных биоинформационных интерфейсов Особое место занимает формирование биокомпозитных материалов И сращивание биокомпозитных материалов с клеточными и тканевыми технологиями Фактически в мире существует формируется новый технологический уклад Который изменит жизнь человека В завершение программы конференции состоялось награждение победителей конкурса работ молодых ученых-медиков Главными призами стали подарочные сертификаты Незабываемые выходные в северной столице от компании «Биокат», которые были вручены За большой вклад в организацию конференции Ольге Леонидовне Бакерия Диплом лауреата конкурса на лучшую научную работу молодого ученого По номинации терапии Первое место вручается Клифортовой Инне Игоревне За работу механизма формирования тублоинтерстициальных повреждений почек У больных с сахарным диабетом и хронической болезнью почек По направлению хирургии первое место занял Григорий Альбертович Осипян Представляющий Федеральное государственное бюджетное учреждение НИИ глазных болезней Российской академии медицинских наук Тема работы – полная стромопластика роговицы для лечения кератоконуса По направлению формации первое место принадлежит работе Алены Михайловны Резцовой Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт фармакологии Сибирского отделения Российской академии медицинских наук Тема этой работы – антифибротические эффекты пигелированной гиалуронидазы Из пеперона в условиях токсического пневмофиброза Диплом лауреата конкурса на лучшую научную работу молодого ученого В области медико-биологических и медико-профилактических наук Первое место вручается Чайковскому Александру Васильевичу за работу Фундаментальные аспекты перспективы использования гиалуронидазы в регенеративной медицине Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Как обычно, вел онлайн-трансляции заседаний съезда И ожидает роста интереса российских медиков к регулярно проводимым здесь мероприятиям Продолжение следует...